приветствую вас уважаемые охотники и сегодня мы хотим поехать в частное охотчее хозяйство малиновское для тропления кабана поставил я свой прицел юлайт сегодня так я его снимал ставил и будут стрелять без дтк соответственно стп . до последним . по данному коту уйти в сторону сейчас сделаю несколько выстрелов приведу к точному бою и ориентируйся в один с двенадцать должен быть частном хозяйстве там меня уже егерь ждет выпишет разрешение покажет где можно ходить куда не заходить где есть зона покоя зверя да где он с вид отдыхает все параллакс здесь в этом прицеле есть параллакс я его подкрутил для более точности бьем по верхнему кабану сейчас я более-менее фиксирую ровно прицел поднимаю стрелку вверх я понимаю что идеаль не получится так как это нужен станок но визуально чтобы там плюс-минус сантиметр приподнять ближе к цели я думаю для кабана для такого крупного зверя нам будет достаточно так отлично и теперь она вернет нам влево вправо надо укрутнуть все точно в цель пойдемте покажу вам ну что ребят смотрите вот он первый выстрел это когда прицел был пристрелен с дтк я целился в центр и пуля ушла выше так как не было дтк до пуля ушла выше я сделал поправки так интуитивно примерно но без упора делаю второй выстрел цель из опять же центр пуля уходит сюда делаю поправку по вертикали до 3 выстрел понимая что где-то рядом и мог погрешно допустить вот здесь до вверх-вниз выношу в центр вернее центр до цели центр выношу на точку падания примерно делаю выстрел пуля прилетает в восьмерку то есть я сюда примерно и целился все ну что вот мы и малинском охотхозяйстве приехали сюда снова полгода мы были здесь на самца косули до этого приезжали на кого на потравах сейчас приехали по тропить кабанчик я не знаю получится это не получится но снег выпал два дня назад сегодня тоже чуть-чуть и порошила сзади меня видно прекрасно следы лосей косуль а как будет эта охота сегодня своими глазами ждем охота инспектора производственного сейчас подъедет составить документы чтобы мы были в законе и выдвигаемся в путь а пока мы ждем охота инспектора я вам хочу рассказать про костюм которым охочить уже больше двух месяцев это костюм от компании remington blizzard в цвете фигур изумительный костюм в плане ветра защиты я охотился в нем на бобра в это видео могли смотреть кто не видел можете посмотреть его прикину здесь погода была отвратительная сильный ветер метров 10-12 яблокачивался на край берега на берегу сидел то на камыш что на берег и и меня задрислил на часа ветер вообще не взял было комфортно сухо и тепло у костюма пара и влага пропускаемость 10 тысяч это говорит о том что вам будет удобно и комфортно в нем охотиться тело дышит костюм дышит вы не мокрые влага на вас не скапливается все выходит так сказать сам костюм не шуршит то есть вы не услышите каких-то резких шумов которые могут вам помешать и скрадывать зверя вот но обязательно обязательно для тела одевайте термобелье репетоновское оно вам поможет не потеть чтобы влага не оставалась на вас несмотря на то что и костюм дышит но термобелье всегда помогает и нижний слой в любом костюме он нужен если вы тем более вы охотитесь в статике когда вы двигаетесь это одно а когда вы видите долгое время по три по четыре часа термобелье должно согревать ваше тело а сейчас еще время когда вышло термобелье которое с подогревом я смотрел на их канале был обзор небольшой и там прямо кнопочку нажимаешь киеве подсоединил и вашему телу тепло и комфортно даже минус 35 будете согреты вот про сам костюм про сам костюм трех вещей это куртка штаны и нижняя куртка верхняя куртка плотная мощная со многими карманами на каждой стороне по 4 кармана как скрытые так и боковые открытые внутри имеется также карман дополнительный есть ставочка что немаловажно подмолнии которая не нас ветру продувать глаза во внутрь то есть вы застегнулись и она у вас саму полную перекрывает органит телу у костюма куртки есть капюшон вот регулируется как сзади так и по овалу вашего лица вытягивается и ничто вам не задувает на рукавах есть манжеты для того чтобы отрегулировать по вашему телу внутренняя куртка у костюма она такого же цвета абсолютно весь костюм такого цвета но она не такая жесткая снаружи как основная куртка и штаны она мягкая нежная и приятно прилегает к телу молнии так сказать скрытые полки у костюма что основные молнии все скрыты сделаны на куртке что здесь что боковые карманы зачем она нужна эта внутренняя куртка как это дополнительно утепляющий слой эта куртка 2 дополнительно утепляющий слой чтобы ходить охотиться в большие морозы либо как отдельный слой когда уже тепло то есть костюм многофункциональный можно охотиться как зимой так осенью и можно и прохладным летом в нем ходить куртка чуть перекрывает пояс чуть-чуть перекрывает поясница всегда закрыт вот и наш егерь приехал про штаны расскажу чуть попозже ну что разрешение на добычу кабана нам сергей предоставил сейчас объезжаем угодья смотрим она подскажет еще откуда лучше зайти заехать и где должны лежать кабаны и откуда к ним лучше подъехать и пойти поторопить и выдвигаясь с вами в путь охоту на кабана с подход первым делом нужно обратить внимание на ветер это сто процентов так как все равно нужно идти стараться против ветра удобнее когда ты обрезал квадрат и знаешь что в этом квадрате есть лежат на дневке кого это уже более ты уже уверен что ты будешь на осторожности постоянно ну так как если угодья не позволяет обрезать его то есть болота какие там река нет тут уже придерживаться следа стране там как-то и придерживаться направление ветра ходить нужно как бы стараться опять же одиночный кабан семья все может быть пара может подпустить будет хруст и будет одиночный лежать кабан и уши поднимет и в последний момент скотч может за километр услышать или там учуять например если ветер на него опять же семья может там две-три няньки они настроены всегда лежат где-то может даже и сикач лежать стране чуть он сразу поднимается и стадо реагирует убегает а может что сейчас световой день как бы больше уже вторая половина зимы то есть они во второй половине дня в основном они отлежались как под утро легли на лишь отлежались и могут вот эти сигалетки подсвинки прошлогодние уже возле лежки свиньи будут матерые там няньки лежать они могут стать и копаться в радиусе этой лежки если позволять там дубняк желуд там что-то еще такое интересное болото они могут даже вот световой день могут даже быть не на лёжке то есть рядом ходить гулять кормиться вот в основном во второй половине дня уже они потому что день длинный то есть вы тут внимание нужно все это все равно запечатлять на том месте примерно вот где болото они камыши это могут даже вот быть не лежать короче здесь мы смотрим сейчас получается только болото да где камыш хотя либо завалы ну характерный чернокленник вот этот сейчас вот снег кухта лежит вот они вот под этими кустами стараются как бы и были случаи много случаев обход там по территории ходишь берега озер склоны которые солнечные стороны они протаивают и все равно зверю за период этой зимы не хватает вот этого солнечного там витамина все вот это то есть они греться даже на этих склонах берегов черный они уже оттаившие они на них промоут лежат на открытом на открытом вот так вот столько информации за три минуты можно получить от знающего человека чем выдвигается ну да у нас добычи взрослых кабан или до года ну как бы у нас без ограничений лицензия но естественно свинью ни в коем случае что шарик да а так заходил да вот того кто не езжал я его преподеваю да и он что-то доехал и все доехал у меня была я его здесь надевал вот так вот это подъем а сейчас дальше проезжаем метров на 300 на 400 подальше да и лучше буксировщик и начинаем закругляться вот в этих талах и здесь внизу как сергей сказал что кабан может лежать здесь следы припорошены может быть подута если как бы правильно сказать лишь бы они не ушли через хопер если они здесь лежат мы их поднимем вопрос в том сможем его их добыть и я не знаю прицел милайт там кратность 416 он уже сразу приближенный будет если он поднимется метров 50-60 и будет прогал для стрельбы можно легко стрелять ну и соответственно что будет метров 200 остановится также если мешать не будут деревьев можно производить выстрел все видим так мы проехали метров 400 еще по просеке много следов косули и лося прямо очень много в угодьях зверя достаточно кабана следы как тропа одна была кабане все остальные до хопра осталось метров 250 мы не пойдем там дальше дебри на буксировщик и дальше не поедем сейчас начнем резать направление следов как они заходили сверху так и здесь будем отрезать от хопра и посмотрим если есть переходные следы на ту сторону хопра то значит не судьба зарезаем полукруг до улазик и уже по нашей лыжне возвращаемся на буксировщик походите главный процесс результат не так важно что чай попили готовы четыре патрона с собой у меня интро зешных повторюсь мы уехали довольно таки далеко сейчас по диагонали режем направление следов кабана и до бугра до верха смотрим если выходные есть плохо если выходных нету хорошо начинаем закруглять и искать где кабанчик будет лежать там семья непонятно после там большая небольшая до виду что себя вот и и и Не вижу. Не вижу. Понимаешь? Хочу. Ты снимаешь? Я пытаюсь поближе, чтобы понять, свинять или подвинуть. Или это одиночный кабанек. Маленько только очень. Внимайте, снимайте, не прекращайте, потому что я буду стрелять. Давай перчатки. Только внимательно. Если не уверен, не стреляй. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И что немаловажно, очень немаловажно, особенно на морозах, это то, что комбинезон растягивается как сверху, так и снизу. Можно не раздеваться. Итак, мы приехали на следующий вечер, чтобы посидеть на тропах, которые нашли в лесу и дождаться выхода зверя уже ночью. Когда тропили кабана, нашли одно дерево полуповаленное, на котором удобно сидеть вдвоем, обустроились на него и принялись ждать кабанов. В 8.35 появилась свинья с поросенком, но так как добычей был только поросенок, либо сикачок, мы искали возможность выстрелить по подсвинку, но он никак не подставлялся, все время был за кустами и, к сожалению, выстрелить по нему так и не получилось. Итак, уважаемые охотники и зрители канала Охота от первого лица, мы с вами по-прежнему в Аркадагском районе, в Малиновском охотхозяйстве. Сегодня у нас третий выезд, закрытие охоты на кабана и мы приехали посидеть на вышке. Мы ходили с подхода, мы сидели на дереве, на тропах, везде зверь был, но не было итогового выстрела, не знаю почему, но не сложилось. Можно было стрелять что в первый день, что во второй, но что произошло, то произошло. Собираем карабин, включаем тепловизор, поднимаемся на вышку и пока светло, наблюдаем за животными, которые будут приходить к нам на подкормочную площадку. А она хорошо держится? Да, она прибит хорошо. А вышка сама? Нет, вышка сама просто стоит. До бочки 60 метров, до кормушки 50 метров. Итак, у нас время без 27. Теперь мы заходим в режим оффлайн, выключаем все камеры, замолкаем, уже смеркается, ожидаем движение по лесу. Продолжение следует... Возможно слово на грех записать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...